Разделить город на несколько участков и создать рабочие группы. По опыту Олимпийского Сочи. В состав специальной комиссии войдут участковые, казаки и представители миграционной службы. Участники таких групп познакомятся с анапчанами и гостями курорта, чтобы у нелегальных гастарбайтеров и непрошенных гостей не было шансов зацепиться на месте под солнцем. Мера вынужденная. Уже сегодня на Кубани зафиксированы факты разборок между выходцами из Узбекистана и Таджикистана за сферы влияния. Рабочие места на стройках. Хочу отметить положительную работу всех служб, служб и подразделений, в том числе и общественности. И того результата, которого мы добились, плюс еще помогли Сочи. Но из того, что не написано в предложении, сегодня мы должны принять решение, обсудить, может быть, в рабочем порядке дополнительно. Значит, нам предлагают по образу подобию Сочи провести мероприятие у нас на территории. Группы формируют уже сегодня. К работе приступили сразу после заседания межведомственной комиссии. В такой работе помощь общественников будет очень кстати. Они, как никто, знают, кто сдает жилье и кто снимает, сколько человек проживает в квартире или доме и кто чем занимается. Полученную информацию сотрудники полиции и службы безопасности проверят. Начальник отдела МВД Андрей Терехин призвал полицейских и участковых объяснять, зачем проводят мини-перепись, а новчан – отнестись к такой профилактике с пониманием. Мы заходим в дом, грубо говоря, нормально представляемся, чтобы у людей не было негативной реакции, и объясняем, что мы не пришли вас переписывать или контролировать. Нам надо знать, кто тут живет, и завести как-то разговор, как его можно завести, а кто по соседству, а какие проблемы у вас на улице. То есть ты приходишь когда, они тебе расскажут про соседей, кто там у кого работает, кто сдает квартиру, кто как там оттесанных жителей. Сотрудники группы должны представиться и предъявить удостоверение. Если участковые познакомятся со всеми анапчанами и гостями города, легче будет защитить население. Когда каждый будет учтен и проверен, на улицах города станет безопасней. И непрошенные гости надолго не задержатся. А значит, не будут устанавливать в Анапе свои, чужие для анапчан, правила.